Кто на все руки мастер? Кто на все руки мастер? Перчаточник. Едет охотник в автобусе, видит, бежит заяц, он выстрелил. Куда он попал? В стекло автобуса? Что? В окно? В стекло. Повторите еще раз, пожалуйста. Едет охотник в автобусе, видит, бежит заяц, он выстрелил. Куда он попал? В автобус. В заяц. В заяц. Никуда. Автобус и колесо? Нет. В окно? Нет. Никуда. Нет. Водителя? Нет. В дверь? А? В дверь? Нет. В машину. Нет. А заяц? Это животное? Да. Или тот, кто без билетов едет? Нет, это животное. Животное. Охотник же. В дорогу? Нет. В автобус? Нет. В колесо. В колесо. Нет. А с какой стороной был выстрел был выстрел? Откуда был выстрел? Со стороны зайца или со стороны автобуса? Со стороны автобуса. Тогда в автобус точно. Нет. Нет. В людей. Нет. Он в автобусе. Так, еще раз прочитаю. Едет охотник в автобусе. Видит, бежит заяц. Он выстрелил. Куда он попал? В стекло. В сиденье. Нет. Долго будете мучить? Самого себя. Нет. Еще раз. В хвост. Нет. Он сидел в автобусе. В автобусе, конечно, все закрыто. Даже в окне. Значит, он что-то в автобусе выстрелил? Нет. Ну, может быть. Но это неважно. Возможно. Что? В милицию. Там милиции не было. Не было, да. А почему? Он выстрелил в транспорте. Его должны в милицию. Но он выстрелил до того, как в милицию приехала. Стрельба в транспорте запрещена. А, точно. А, он выбежал? Тогда. Выбежать его. Если бы он выстрелил, тогда бы он уже сидел за решеткой. Ну, это не говорится, что он выстрелил. Ну, тут, типа, не говорится, где он именно выстрелил пока что. Поэтому мы не можем пока что знать, ли он сидит за решеткой или нет. Ну, это да. А так он же выстрелил, там, сказано, задача. Да, но нам нужно узнать, где он выстрелил. Оружие своё. Угу, выходи. Нужно узнать, куда сам охотник попал. Какое большое число можно написать четырьмя единицами. Один, 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 один. Нет. Один 111. Минус 1111. Не больше, наибольше. Да, и больше. Мы так целый час просидим, пока... Одиннадцать в одиннадцатой степени. А это как? Одиннадцать на одиннадцать на одиннадцать на одиннадцать. Одиннадцать раз нужно умножить на одиннадцать. Это записывается в четыре единицы. Одиннадцать на одиннадцать будет у нас... Одиннадцать... 121 получается. 11 на 11. 11. Нет. 11 на 11 степени. 222. А зачем? Ответ же 11 в 11 степени. Число 66 надо всего лишь... А, нет. Так. Какое число нужно... Так, число 66. И лечить в полтора раза, не производя над ним никаких архимедических действий. Перевернуть. Перевернуть его нужно. Тогда будет лечить. Если это дробь. Если дробь, то тогда мы переворачиваем. Можно или на самолет? Такие задачки обычно так решаются. 66. Переворачиваешь его, получается 99. Ну да. Правильно. Мы уже на следующей задаче. Можно ли на самолете... Можно ли на самолете... Что сделать? Долететь до Луны. Нет. На самолете нет. Почему? Потому что самолеты... Потому что самолеты можно прилететь выше солнца. Выше облаков. Нет. Выше облаков. Может, и выше облаков. Нет. Ответ тихо. Можно? Да. Можем. Согласен. А, это ответ? Да. Ответ. Вами, можно на самолете? Нет. На самом деле нет. Потому что самолет в полете держится на воздухе. Почему? А в космосе нет воздуха. Я знаю, ответ. Вот. Да, давление. Охотник стрельнул в зайца. Он попал в тюрьму. Мы уже давно начали. Девушка уронила кольцо в чашку. Которое было растворимым. Растворимый кофе. Почему кольцо осталось сухим? Потому что кофе было сухим. Еще не разговаривали. Правильно. В чашку еще не успели налить воды. Дальше. Извините. А мы по какому-то листочку решаем? Просто. Нет, это в загадке. То есть я даю загадку, а вы откатывайте. Я да. Угу. Выходит из маленького ящика и он. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству, состоящих название каждого из этих чисел. Это как? Пять. То есть пять? Пять. Пять. Мы должны найти слово, в котором... Ну, мы должны, короче, найти... Три. Нет. Нет, нет, нет. Вы не поняли. Мы должны найти число, у которого количество... Допустим, пять цифр и пять букв. Вот. Пять цифр и пять букв. Нет. Десять? Нет. Пять цифр и пять букв. А, пять цифр и пять. Это, например, сказал. Двадцать пять? Нет. Ноль? Нет. Нет. Пусть будет сто. Почему? Три буквы в слове и три цифра. Правильно, сто, потому что в сто три буквы и в самой сто три цифры. Дальше. Дальше еще одно должно быть. Попросил? Да, пожалуйста, не нужно. Показывай, пожалуйста. Да? Он не нужен. Спасибо. Он не расскажет. Прямоешься всю. Прямоешься всю. Знаете? Потом ты мне все расскажешь. Миллион. То есть там? Нет. Хотя... Правильно. Миллион. Половина от половины числа равна половине. Нужно найти число? Да. Половина от половины числа равна половине. Какое это число? Тридцать минут. Нет. Два. Два. Почему? Половина это как бы одна вторая. Раз это половина половины, то есть половина числа это один. Следующая на один, ну может на два, это двое. Правильно. Теперь мы будем перейдем к задачам. Это... Так. На полке в один ряд стоят книги. Энциклопедия стоит пятой слева, а и семнадцатой справа. Сколько книг на полке? Семнадцать. Добавил семнадцать. Двадцать три. Двадцать три. Получается? Двадцать три. Двадцать одна. Правильно. Вы поделили между собой семь рублей, причем один из них получил на три рубля больше другого. Сколько кому досталось? Одному пять, другому три. А, два. Другому два. Одному пять, другому два. Да. Дальше. Число двести два симметричное. То есть читается одинаково слева направо и справа налево. Напишите следующее. За ним симметричное число. Хотя нет. Дветысяча два. Дветысяча два. Потому что... А какое следующее? Дветысяча три. Дветысяча три. Дветысяча одиннадцать. Да. Дветысяча два. Дветысяча одиннадцать. Дветысяча одиннадцать. Двести двадцать два. Нет. Уже ответ был. Это две тысячи сто двадцать. Дветысяча одиннадцать. Я же говорила. Торговец купил корову за семь долларов. Дал ее за восемь. Потом он вновь купил ту же корову за девять долларов. И опять продал за десять. Какую прибыль он получил? Дветы. Коровец купил за семь. Один доллар прибыли. Да, один. Да, один. Потому что купил за семь, продал за восемь. Еще раз купил за девять и продал за десять. Да, тише. Да, я сам. Тихо, тише. Получил. Девять. Пожалуйста, два. Два. Дветы. Если будет два, тогда он бы ее купил за десять, а не за девять. Десять. Двое. Доллара. На два доллара у нее что-то больше. На два? Почему? Первый семь, продал за восемь. А. Ну, пока нет. Вот тут и дело. Вообще не было прибыли, получается. Нет, было. Потому что, ну, допустим, если мы временем его счет, его деньги, все за десять долларов, то десять минус семь, три. И потом плюс восемь, это равно одиннадцати. И потом... Давайте посмотрим вместе. Одиннадцать. Вот у нас семь долларов. Это шесть. Шесть? А, да. Да, шесть. Мы их потратили. Да. У нас их нет. Все. И мы продали за восемь. Угу. Они у нас есть. Потом мы купили... За семь. Должен, дорогу, купили за девять долларов. Так. Никакой прибыль, да? Да, у него один. Один. Скажи, я скажу ответ. Мы потратили. И получается, взяли... Продали за десять. Так, раз, два. Еще два. В итоге у нас было восемь. Мы их продали. И... В итоге продали за десять. Сначала продали за восемь. Купили за девять и продали за десять. В итоге два доллара. О, как я и говорил. Да, два доллара все я переговорил. Я спросил, почему. Не говорил, правильно или нет. Я спросил, почему. И никто не ответил. Я ответил, типа, мы понимаем... Потому что десять плюс восемь, восемнадцать, минус девять, плюс семь, шестнадцать, равно два. Учите. Ага. Это тоже право. Спросите наименьшее десятизначное число, все цифры которого различны. Десятизначное? Не милюй. Десятизначное – это ноль и... Один. Ноль. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Во. Все. Правильно. Понял, да? Правильно. Поэтому ноль ставит. Уждешь ноль первым поставить, а вторым может. Правильно. Так как бы главное понимать. Нет, я понимаю, конечно же. Просто я не знаю, как это число назвать. Десятизначное. Десятизначное. 14 белых, 14 черных шариков. Какое нормальное количество шариков нужно достать из коробки, чтобы среди них наверняка оказалось два черных шарика? Семь шариков. Семь шариков, да? Да. Нет. Нет, если мы 14 поделим. Причитут закон, по которому, если находятся два цвета, неважно с каким количеством, то любые, если достать любых три шарика, то из них точно будут два одинаковых. Какой ответ? Три. Нет. 16. 16. Правильно. Я поняла, как. Почему? А, да, зачем? Помню, почему 16? Потому что если вы вытаскиваете... Ученики в классе съели 9. Белые останутся. 5. 14. Надо еще приправить, что было два черных, да? Да, 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 точно, да, точно. Причем каждый мальчик съел три конфеты, а каждая девочка пять. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек, если всего в классе 25 человек? 5 девочек съели 5 конфеток. И 3 мальчика, 3 конфеты. Всего 8. Всего у нас получается... Если 90, 5 мы делим на 8. Получается остается еще... 12. 13. 17. Еще нельзя. Да. Представим для начала, что во всем классе только мальчики, это 75 конфет, а девочки съедают на 2 конфеты больше. Следовательно, если количество конфет, которое бы съели, если бы были все мальчики, получается 20. А поскольку девочка съедает на 2 конфеты больше, чтобы получилось 95, нужно взять столько количества девочек, чтобы получилось на 20 больше. Следовательно, берем по 10 их, потому что 20 на 2, 10, и получаем 10 девочек и 15 мальчиков. Теперь проверяем. 3 на 15, это 5, и 5 на 10, это 50. Теперь 50 плюс 45, получается 95. Какой ответ? Мальчиков 15, а девочек 10. Правильно. Дальше. После обиды со Змеем Горынычем, 3 богатыря заявили. Змея убил Алёша Попович. Это сказал Доброн Никитич. Илья Муромец же сказал, Змея убил Доброн Никитич. Алёша Попович сказал, Змея убил. Змея убил один из богатырей сказал правду. Это точно не Алёша Попович. Это Алёша Попович. Точно не Алёша Попович. Нет, да. Никто не прав, потому что вообще-то не убивали вообще Горыныча. Нет. Кто-то убил, но кто. Добрыня. Добрыня прав. Нет, нет, нет. Добрыня не может быть. А, нет. Да. Илья, 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 должен быть Илья, потому что... Почему Добрыня не может быть? Илья убил её, и Илья сказал правду. О, вау. Илья сказал правду. Думаю, он убил. Илья убил. Ну что, никто про него не говорит, так что получается, никто правильно не сказал. А если один сказал правильно, то это получается Добрыня Никитич. Ну да. Илья сказал правду. Остальные врут. Два поезда, оба длиной. Я в этом не уверен. На встречу друг к другу со скоростью 45 км в час. Сколько времени пройдёт от момента, когда встретятся машинисты, до момента, когда встретятся проводники? 5 метров? Да. Получается, нужно проехать 50 метров. Да нет. Да нет. 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 Тоже? 125. Ну, сегодня не могу, не найду. Я думаю, что сегодня мы просто начались и подгораем по 4 дыра. Мне пока что первое предположение 5. Ну, это не объясняю, это уже объясняю. Алиса, ну, иди ко мне, салфетка, да. Алиса, ну, иди ко мне, салфетка, да. Так, знаете, ножки в лесу бревно длиной 6 метров. Отнесли домой, они... Мам, давай поедем в Лачево на полу. Чтобы отнести домой, они распилили его на части длиной по 1 метру. Сколько они сделали распилов? Пять распилов сделали. Пять распилов, да? Да. Правильно. Улитке надо подняться на столб высотой 10 метров. Каждый день она поднимается на 4 метра, а каждую ночь сползает на 3. Когда улитка доползет до цели, если она стартовала в понедельник утром? Через 10... В среду, в среду, в среду, в среду, в следующую среду. В среду. В следующую среду. Нет. Она за сутки продвигается на 1 метр. Ну да, получается, в следующую среду. Нет. Во вторник 2, в среду 3, в четверг 4, в пятницу 5, в субботу 6, в воскресенье 7, в воскресенье 8, в среду... Нет, вы уже допускаете ошибку. Пока считайте. У вас решение неправильное. Получается, она за сутки идет 1 метр, потому что 4 днем поднимается и опускается 3 ночью. После 6 суток она продвинется на 60 метров. И за следующий день она проползет 4 метра. И окажется у своей цели. Два дня. Точно. А, да. Точно, точно. Да. Да. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке на 4 равные части. Так, сейчас сделаю. Те, кто хотят ответить, могут поднять руки и по очереди комментировать. Так, Пунин Лев. Получается, если я разрезаю эту фигуру, изображенную на рисунке, на 4 равных части, то тогда получится 1, 1 целый квадратик и половинка. Это мы можем получить, потому что у нас есть 4 цельных квадратика и еще 1 цельный квадратиков и 2 половинки. Квадрат можно разделить на половину и получится тогда 1 и 1 вторая. Всего 6 квадратиков. Да. Получается 1 и 1 вторая. 1 и 1 вторая. А, хорошо. 1 целая, 5 десятых. Ну да. Ну, 1 и 1 вторая, все верно. Вот так, да? Да, вот так. Вот так вот. Сейчас я выделю, чтобы было видно. Да, вот так все. Хорошо. Следующая. Каждую на одинаковой части. Тут уже можно комментировать, кто поднимет руку. Вот так вот. У меня есть предположение. В первом там в квадрате получается 3 вторых. 3 вторых. А, используя комментирование. Ну, функция такая. Нарисуй. Где это комментирование? Наверху там такая панелька и выбираешь комментировать. Волчатся. М-м-м. У меня нету такой панели. Сейчас скажу. Вроде нужно нажать на... Ну, сверху, которая выдвигается. А здесь только зеленая панелька. А, это у тебя. Зеленая. Нажимаете на нее и выдвигается дальше. Я знаю, как не знаю. Все, да, получилось, получилось. Давайте по очереди. Кто хочет... Бунин Лев. Давай. Вот первая фигура. Вот. А. Вот этот нужно разделить на... Две одинаковые части. То есть, они должны быть одинаковыми. Да. Да, на две. Нет, не... А, да, да, да. Две одинаковые. То есть, допустим... Мы можем сделать... Ой, слишком далеко. Вот так. Я, кажется, понял. Так-с. Можем... Можем... Вот так. Можно я свое проположение? Нет. Ты видишь, тут небольшой пробел. Тут нету этих. Поэтому неправильно. Можно? Да, теперь давай, Даша. На есть проположение... Я не уверена, но у меня есть проположение, что вот так вот и вот так вот. А, нам нужно две одинаковые. Я знаю, я знаю, как. Все, это же было. Давай. До конца отменит. Нет, покажи мне. Сейчас просто телефоном мне неудобно рисовать. Я знаю, как. Вот так вот. А почему? Потому что тогда будет с одной стороны 14 клеток, с другой... И с другой стороны тоже 14 клеток. Угу. Нет. Можно... Все, я понял, как нужно сделать. Так, подождите секундочку. Следующий на очереди Марк. Угу. Марк. Да, что? А, ты понимал руку. Да. Ну, будешь? Да. Давай. Просто я не понимаю, как. А, ну, на две равные. На две равные части. Да, я знаю, но как это... А. Как-то нарисовать. А, ты не знаешь, как использовать комментирование? Да. Панелька наверху есть. Наводишь на нее и выдвигается дальше. Там есть комментировать. А, все, понял. Так. Ой, не так. Вот так? Нет. Давай Бунин, Лев. А, ну, я более-менее как разобрался. А, ну, а можно же как бы напополам делить клетки? Нет. Ну, в данный момент нет. Сейчас решение немного другое. Понял. Так, Алекс. А, куда нажать, чтобы я комментировал? А, панелька сверху есть зелененькая. Наводишь на нее, там есть еще... Выдвигается еще одна черная. И там есть комментировать. А, тут у меня все по-английскому. Я могу помочь, у меня тоже все по-английскому. Это у меня, если я не ошибаюсь... А, па-па-па-па-па-па. Сейчас, подожди. Вот ты нажимаешь на эту черную. И если тут нужно читать три, и тут... А, начинается. Я могу сейчас неправильно произнести, поэтому не говорю. Так, ладно, если не получается... А, все, получилось. Все, хорошо тогда. Нет, неправильно. Это сложно. Нет, ты просто это... Начал неправильно. Вот так, типа. Нет, нет, нет. Дальше давай, Тимофей. Так. Да, правильно. Молодец. Так. Следующее. Есть желающие решить следующее? Так. Будем, Лев. Нет. У нас... Все, это... Вот это. Это полная фигура. Это не две отдельные. Это полная. Это полная. Так. Давай еще раз. Попытайся сделать еще раз. Так. Есть ли у нас... Так. 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 Как. Эксперкestone. Так, вставай, Даша. М-м-м, даже не так. Нет. М-м-м. Алекс. Алекс. Нет. Так, сдаетесь? Я, да. Так, а Бунин Лев? Так, мне кажется, что можно ей вот эту фигуру. Нет. Так. Всё, мы... Сейчас... Я покажу. На самом деле, мы должны были сделать вот так вот. Сейчас я вам покажу. Раз. Два. И три. А, ну здесь можно было наполовину делить. Всё понятно. Так, на этом наше занятие заканчивается. Как вам? Не понравилось. Хорошая. 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 Хорошо. Тогда... Тема, до свидания. До свидания. Удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...